Bonjour, chers amis, здравствуйте, друзья! У нас сегодня с вами 40-й грамматикум, долгожданный грамматикум по теме savoir и connaître. Посмотрим, что получилось. «Конэтр» – сначала посмотрим распоряжения, увидим их в нескольких временах. Д'abord, «le présent» – сначала «présent». Je connais, tu connais, il connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Еще раз повторяйте за мной. «Je connais, tu connais, il connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. » Alors, le passé composé, le participe passé du verbe « connaître» – c'est «connu». «J'ai connu», «tu as connu», «il a connu», «nous avons connu», «vous avez connu», «ils ont connu». Еще раз и все прежде чем слитно. «J'ai connu», «tu as connu», «il a connu», «nous avons connu», «vous avez connu», «ils ont connu». Ensuite, l'imparfait. «Je connaissais», «tu connaissais», «ils connaissaient», «nous connaissions», «vous connaissiez», «ils connaissaient». Encore une fois, faites attention à ce que dans le benchmark, nous avons la même prononciation. «Je connaissais», «connaissais», 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 «connaissais». Mais ici, la terminaison est différente. Vous avez «s», 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 «t» et «e», «nt». Encore une fois, répétez après moi. «Je connaissais», «tu connaissais», «ils connaissaient», «nous connaissions», «vous connaissiez», «ils connaissaient». Ensuite, le verbe «connaître» au subjonctif. «Je connaisse», «tu connaissais», «ils connaissent», «nous connaissions», «vous connaissiez», «ils connaissent». Encore une fois après moi. «Je connaisse», «tu connaisses», «ils connaissent», «nous connaissions», «vous connaissiez», «ils connaissent». и opportun еще раз, опять еще раз, что вы знаете Еще раз обращаю ваше внимание, что в башмаке у нас здесь в конфинитиву прибавляется глагол «avoir», а в «нуеву» окончание обычно «e», «s» и «z». Еще раз давайте прочтем, потому что трудно, наверное, произносить, особенно на звуке «r», Если трудно это произносить именно из-за звука «r», посмотрите наше видео в плейлисте по фонетике, там есть как раз-таки много упражнений на звук «r». Использование, «connaître» обычно используется, всегда используется дальше с существительным. Но какие-то существительные, если вам интересно, я написала, различные у них бывают значения. Например, «connaître» и дальше какое-то существительное, когда мы говорим об опыте человека, «experience». Или же «connaître» и дальше какое-то существительное, что мы себе в этом отчет отдаем. Или же, например, «connaître» — это значит, что-то там стоит такое, что можно практиковать или очень хорошо делать. Или «connaître» — и дальше идет человек или, например, группа людей, что-то одушевленное. И «on va voir les exemples». Например, «connaître» — «je connais ce sentiment». Мы можем сказать «да-да, я такое чувство знаю, мне это знакомо». То есть кто-то вам о чем-то рассказывает, «ah oui, je connais, je connais». То есть как бы я тоже это чувствую. Дальше, «surrendre compte», например, кто-то где-то работает на вокзале или, например, на заводе, и мы говорим «je connais des précautions à prendre». Я знаю, какие нужно взять меры предосторожности. То есть я их могу сделать сам. «Je connais des précautions à prendre». Или же «connaître», например, «je connais le japonais» — можно хорошо говорить на японском, значит «je connais le japonais». Или, например, вопрос «vous connaissez les maters?» — «вы знаете математику?» Не просто слышать об этом, о математике, а значит «уметь считать» и так далее, задачки какие-то, etc. И ensuite, что самое лёгкое, это дальше идёт человек или какая-то, например, страна, группа людей. «Tu connais Jean?» — «ты знаешь, Жанна?» Или «vous connaissez l'Australie?» — «вы знаете Австралию?» То есть, может быть, какие там традиции, какой там рельеф, etc. То есть, смотря… в зависимости от того, на что вы делаете акцент. Но, в принципе, в общем, запомните, глагол «connaître» плюс «существительное». То есть, я знаю что-то, это будет обязательно «connaître», а не «savoir». Сейчас мы посмотрим ещё «savoir», и потом будет в конце упражнения, станет более понятно. «Savoir» — вспоряжение, опять же. «Je sais», «tu sais», «il sait», «nous savons», «vous savez», «ils savent». «Je sais», «je sais», «tu sais», «il sait», «nous savons», «vous savez», «ils savent». Ensuite, le passé composé, le passé du verbe «savoir» — c'est «sue». «J'ai su», «tu as su», «il a su», «nous avons su», «vous avez su», «ils ont su». «Je sais», «je sais», «tu as su», «il a su», «nous avons su», «vous avez su», «ils ont su». Ensuite, elle aime «parfait», «je savais». То есть, что она говорит в конце упражнения, потому что тут «savais», «je savais», «tu savais», «ils savaient», «nous savions», «vous saviez», «ils savaient». Encore une fois, «je savais», «tu savais», «ils savaient», «nous savions», «vous saviez», «ils savaient». Ensuite, le présent du subjonctif, l'agul «savoir» — c'est une exception, у него особенная основа. «Je sache», «tu sache», «il sache», «nous sachions», «vous sachiez», «ils savent». Это уже у нас было целых девять уроков, посмотрите раньше в этом же плейлисте. Ensuite, «futur sample», опять же, в отрицании, тут тоже у нас такой исключительный. «Сор», «je ne saurais pas», «tu ne sauras pas», «il ne saura pas», «nous ne saurons pas», «vous ne saurez pas», «ils ne sauront pas». Еще раз, «je ne saurais pas», «tu ne sauras pas», «ils ne saura pas», «nous ne saurons pas», «vous ne saurez pas», «ils ne sauront pas». И без «neu», «je saurais pas», «tu sauras pas», «ils saura pas», «nous saurons pas», «vous saurez pas», «ils sauront pas». И теперь употребление, три употребления здесь чуть посложнее, то есть «savoir» употребляется с глаголом, savoir употребляется, если дальше идёт какое-то предложение, и savoir употребляется так же, когда есть существительное, то есть так же, как le verbe connaître, но только в значении, когда вы что-то выучили, у вас что-то в памяти. Вот тут я написала avoir dans le mémoire. Сейчас посмотрим. Первое. savoir плюс verbe переводится как уметь что-то. Je sais nager. Я умею плавать. Я могу плавать, значение, что у меня есть это умение. То есть в русский мы так переведём. Или умею, или могу. Voilà, дальше. Tu sais danser. Ты умеешь танцевать, ты можешь танцевать, у тебя хорошо получается. Il sait se présenter. Он умеет, он знает, как представиться. Nous savons organiser les choses. Мы умеем организовать вещи, то есть у нас хорошие организационные навыки. Nous savons organiser les choses. Vous savez dessiner. Вы умеете, вы можете рисовать. Elles savent bien cuisiner. Они умеют хорошо готовить. Elles savent bien cuisiner. То есть savoir плюс verbe. Savoir плюс une proposition. То есть любое предначное предложение. Je sais où il habite. Я знаю где он живет. Je sais où il habite. Ensuite. Ты знаешь почему она это говорит? Ты знаешь почему она это говорит? Ensuite. Il sait à quoi cela sert. Il sait à quoi ça sert. On знает для чего это служит. Для чего это. 4. Nous savons de quoi tu parles. Nous savons de quoi tu parles. Мы знаем о чем ты говоришь. 5. Est пропустила. Vous savez combien ça coûte? Vous savez combien cela coûte? Vous знаете сколько это стоит? Et si ça. Ils savent quand le train arrive. Ils savent quand le train arrive. Они знают, когда поезд прибывает. Et voilà. То есть savoir плюс une proposition. Неважно, какое предложение вы вот так вставите. Это тоже будет глагол savoir. Et voilà, savoir плюс существительное в значении иметь что-то в памяти. Потому что вот это как раз таки, мне кажется, самое сложное. Мы его можем с конетра перепутать. Но если вы можете это перефразировать, что да-да, я помню, я выучил, у меня это есть в голове, то это уже будет меньше каких-то сложностей вам создавать. То есть je sais ma leçon. Это может ребёнок сказать, ученик или студент. Я знаю мой урок, то есть я его выучил, у меня он в памяти есть. Или, например, elle sait son rôle. Это актриса может сказать, что она свою роль выучила. Не то, что она знает свою роль connaître. Нет, она выучила её. Elle sait son rôle. Или же, например, vous savez votre discours. Вы знаете свою речь в значении? Вы выучили вашу речь? Вы можете её сейчас нам рассказать? Политик выступает, и он должен свою речь наизусть выучить. Vous savez votre discours. То есть этот вопрос можно перефразить. Vous avez appris votre discours. Или je sais ma leçon. Можно перефразировать. J'ai appris ma leçon. И точно так же elle sait son rôle. Elle a appris son rôle. Eh bien, смотрите, есть упражнение. Здесь вы выбираете между глаголом savoir и connaître, и ставите их в правильные формы. Давайте я вам переведу, помогу, потому что вы должны самостоятельно это сделать, обязательно-обязательно, а потом дальше будет проверка. Ну, например, вот fa-che, это значит «разозлилась». На всякий случай, думаю, что вы знаете, но всё равно. Это будет путь, дорога. Ensuite, «les voisins», «соседи», «бо», «красивый», «conduire», в данном случае, «водить машину». «La région» – это район, регион, etc. «La leçon» у нас была, это урок. «Le rôle», «роль», «person», «человек», «dou ça vient» или «dou cela vient». «Откуда это?» Пожалуйста, остановите видео сейчас, потому что я перелистну, и будут сразу ответы. Продолжайте смотреть видео только когда вы уже сделаете всё. Так будет интересно. И я проверяю, перелистываю всё. «Les réponses». «Tu sais pourquoi elle est pas fa-che?» «Ты знаешь, почему она не разорвилась?» «Je connais pas sûrement, et toi?» «Я не знаю эту дорогу, а ты?» «Вы connaissez vos voisins?» «Вы знаете ваших соседей?» «Иl sait qu'il est beau, он знает, что он красавчик». «Elle sait conduire?» «А на умеет водить?» «Ils connaissent très bien la région». «Они очень хорошо знают эту регион». «Я сегодня не выучил урок, я его сегодня не знаю». «Как вы можете играть, если вы вашу роль не знаете?» «Как вы можете играть, если вы вашу роль не знаете?» «Надеюсь, что вы правильно сделали. Напишите в комментариях, всё ли понятно, потому что попыталась вообще всё по полочкам разложить. Сейчас вы не смотрите на экран, я вам буду произносить эти фразы, вы их слушаете, и, в принципе, вам должно быть понятно, почему тут глагол savoir или connaître. Попробуйте их даже выучить наизусть, вам так будет понятнее, когда вы будете уже дальше выбирать между savoir и connaître. «Передине, я вам помогу тебе произносить это». «Иди, смотрите, пожалуйста, так слушайте.» «Ты знаешь почему она не смешана?» «Я не знаю этот шаг и ты?» «Вы знаете ваша близость?» «Они, он знает, что он красивый.» «Они, он знает, что он красивый.» «Они, он знает очень хорошо.» «Они, я не знаю, что я сегодня не знаю.» «Как вы можете играть, если вы не знаете вашу роль?» «Конечно, вы знаете, что она не знает?» «Вы знаете, где она делает?» «Воим, это всё.» «Я вам снаш Claro». «Что я вам надеюсь?» «Хаоаааааааааааааа!» «Олечение.» «Отсеверно», «Отсеверно» «Уда удивиться!» «Отсеверно» «Поемо!» Продолжение следует...